да да Боря у меня купили картину пиона за 800 рублей это называется безопасная сделка Почта России осторожно мошенники именно сегодня мое видео будет посвящено мошенникам в сети я расскажу вам свою историю а также историю художницы Валентины которая тоже попалась на мошенниках и я и благодарна только за то что она не побоялась и не испугалась рассказать о том что с ней произошло Ну что я начинаю Итак мошенники в сети как это происходит и почему нас художников это касается когда я жила в Санкт-Петербурге и только-только пыталась находить платформа чтобы продавать естественно я использовала сайты по продажам и один из сайтов это авито авито это большая ошибка в моей жизни именно так я хочу характеризовать этот опыт который произошел именно со мной и так я нарисовала естественно небольшое количество своих картин и картин с мастер-классов и решила что о боги моя живопись должна радовать другие дома и я должна их продавать и что я выставила свои картины на авито буквально через 10 минут после того как моя работа загрузилась мне позвонили мне позвонили и с таким ажиотажем мне понравилась ваша картина я ее хочу купить и я ее покупаю и все и мне она очень нравится она мне подходит о боги у меня купили картину представляете как это происходит мошенники всегда работают как психологи они хватают вас именно в тот момент когда у вас идет эмоциональный всплеск конечно же я держала эту трубку и думала как только выставила и уже интересуются моей живопись это не может это как это понимаете вы начинаете не сомневаться в себе а наоборот это как круто значит я делаю что-то классное и людям нравится и вот когда вы такие тепленькие эмоциональные вас легко обмануть вам будут предлагать разные варианты лишь бы вытащить из вас номер карты да чтобы вы произвели безналичную сделку у меня был пунктик и этот пунктик меня спас у меня был пунктик я написала только самовывоз я не работаю по карточке потому что у меня на тот момент просто не было брать карточку мужа нет я это не могу сделать и девушка вернее был мужчина который сказал я очень хочу ее купить но я ему объяснила включила мозг кска извините но я не работаю по безналичному расчету я только по самовывозу и и только наличными его это не остановило он сказал окей хорошо давайте я сейчас подумаю и перезвоню через там несколько минут может быть как-то попрошу друзей в общем подождите не продавайте я сейчас все решу трубочка кладется я бегаю боря у меня купили картину мне хотят купить картины я в шоке я уже начинаю представлять как и упакую потому что мужчина же сказал что я сейчас все решу и вот через пять минут после того как положил лая трубку мне звонит девушка ровно по этому же объявлению говорит мне нужна эта картина я хочу ее купить но девушка работает более по-другому менее эмоционально она уже понимает потому что до этого ее сообщник мне звонил и он выяснил что я не работаю по безналичному она уже зная всю эту информацию сразу говорит мягким спокойным голосом о том что здравствуйте как мне нравится ваша картина вы знаете я сейчас нахожусь за городом это ленобласть недалеко от вас и я когда увидела эту картину это были гранаты кстати я посмотрела под интерьер своей кухни на даче подумал да именно эта картина мне нужна и есть одно но я нахожусь на даче сейчас и забрать свою картину не могу давайте я сейчас может быть муж можно ли сделать так что мой муж вечером заберет а сейчас я вам перечислю деньги чтобы наверняка я и эту картину купила я опять повторяю эту фразу что у меня нету карточки я не работал по безналу на горитой вы знаете но мне так понравилось я очень бы хотела ее купить до вечера не отложите ли вы мне эту работу эту картину я говорю ну давайте пусть она висит у меня на сайте но если мне сейчас приедут и возьмут ее из рук в руки то я продам если до вечера такой сделки не будет то окей она ваша ой да спасибо спасибо кладет трубочку я радостно я думаю ну вот это точно наверно ну все в порядке человек хочет ему нравится опять через десять минут звонит этот мужчина и говорит ну что я так хочу эту работу вы не решили давайте все таки вот как-то решим этот вопрос и я вам и доставку оплачу и друг приедет заберет и все и тра-та-та и я поняла что это мошенники потому что больше мне не звонили именно там были много много картин которые я выставляла и людям когда они видят что нет возможности безналичкой они уже как бы отсеиваются сама вывоз очень мало кто может потому что это узкий круг это все лишь санкт-петербург да не более того я поняла что это мошенники как же они работают сейчас я вам расскажу они звонят вернее вы только что выставляете на авито свою работу и фильтрах показано когда выставилась работа и там четко видно пять минут десять минут час назад три дня назад и так далее так вот мошенники конечно же смотрят на то как да как только выставилась эта работа чтобы подхватить ваш энтузиазм чтобы осчастливить вас чтобы сказать это заветное слово я хочу купить вашу работу они звонят через десять минут через пятнадцать через пять в общем вот этот короткий период когда вы только выставили знаете ты так выставляешь да да сейчас сейчас ее купят и они звонят и представляете мало того что вы об этом подумали еще вам тут же звонят и говорят мы хотим купить вашу работу любыми способами потому что она мне подходит под интерьер потому что она мне нравится но проблемка тра-та-та и мошенники действуют на эмоциональный фон тепленькими нас взять чтобы мы согласились и не слышали уже никаких других схем никаких других вариантов что да 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 хорошо давайте так или не иначе и они просят у вас вашу карточку для того чтобы перевести вам деньги что же происходит дальше а дальше все по схеме мошенничество как только вы даете номер карточки мошеннику он через пять минут звонит вам и говорит я вам перевел деньги вы говорите нет мне ничего не поступало он говорит как это не поступало я вам переслал ой извините я ошибся и вам больше чем надо переслал и начинается канитель вы начинаете пугаться потому что они начинают вам говорить верните мне мои деньги я там не место тысячи рублей вам 20 переслал а если не дай бог у вас на карте действительно есть эти деньги 20 тысяч до вы начинаете паниковать и пытаетесь перевести они вас говорят вот мне не надо на эту карточку переведите обратно мне вот на вот эту карточку и вы входите в мошенническую структуру и начинается вот эти вот панические атаки да еще что они делают еще не просят вас сказать код который приходит и смс очка на ваш телефон и вот это низ когда не стоит делать никакие эсэмэски никакие к пароли коды ни в коем случае не надо никому говорить потому что как только вы скажете мошеннику номер эсэмэску числа эсэмэски у вас тут же спишут все ваши деньги которые есть на карте поэтому я хочу сказать вам моим личным примером что любая продажа несмотря на то что это ажиотаж несмотря на то что это такое ощущение радости вы должны всегда охлаждать свою голову только спокойном состоянии только в продуманном состоянии вы можете совершить правильную не мошенническую продажу потому что мошенники действуют на эмоциональном уровне именно поэтому очень много кто попадается но сегодня еще одна история художники которая мне написала в инстаграме и знаете я и благодарна это огромное спасибо за то что она не постеснялась рассказать именно о том что у нее все таки мошенники украли деньги она не побоялась и не стала скрывать это потому что нам же все таки обидно нам стыдно признать что нас кто-то обокрал нас кто-то обманул нам действительно стыдно и вот валентина молодец и спасибо ей она мне написала такую фразу что елена я хочу чтобы такие же художники как и я как и вы и да и просто люди не только художники кстати не попались на эту схему мошенничества и так я зачитаю как у него произошла сделка и вы сразу поймете что здесь не авито здесь другой сервис оказался мошенническим и так ей написала девушка которая сказала я хочу купить у вас картину валентина и предложила на выбор несколько работы она выбрала акварельную работу пиона за 800 рублей валентина спросила адресу этой девушки чтобы узнать доставка сколько будет стоить рассчитала доставку и вышла сумма 1000 рублей вместе с доставкой то есть 800 рублей картина 200 рублей получается доставка девушка сказала окей все здорово но вы знаете я очень она пишет что она боится использовать деньги перекидывать с карты на карту да как то это сейчас вот мой случай до мошеннических давайте используем безопасный сервис сделки почты россии и так ей у почты россии есть сервис безопасная сделка на сайте есть отдельная страница где вы вносите какие-то данные и пересылаются туда деньги они там как бы в банке хранятся пока вы их себе не перечислить и называется безопасная сделка почта россии что произошло дальше знакомый у валентины как-то уже использовал этот сервис поэтому она знала о нем слышала что это безопасно и сказала окей да это нормально это подойдет и давайте использовать этот сервис она девушка попросила у нее адрес электронной почты и фамилии на отчество суть в том что перевести деньги туда а валентина уже зайдет заполнить свою электронную почту фамилию имя и ей должны поступить деньги она все это сделала и в итоге что вы думаете ну и конечно номер карты там надо было запомнить вместо того чтобы тысячи рублей пришла валентине у нее сняли с карты тысяч рублей итак я задаю вопрос валентине валентина значит сайт который прислала вам девушка был скопирован мошенниками конечно же да и так что из делают сейчас мошенники почта россии организовала сервис по безопасному переводу денег и платежу вы можете его использовать но я в том что мошенники не копируют целый сайт почты россии они копируют только страничку как выглядит страничка этого сервиса и присылают вам ссылку именно только страницы потому что если вы дальше начнете тыкать на кнопочки перейти на главную еще куда-то вы никуда не попадете это сайты мошеннические они копируют только там где надо внести данные для какой-либо оплаты то же самое сделали из почты россии валентины произошел такой случай естественно деньги не вернулись она заблокировала карту и теперь ждет перевыпуска карты слава богу что на карте не было больше денег скорее всего если было бы больше у нее вы сняли гораздо больше естественно никто и не вернет эти деньги потому что мошенничество это не в крупной сумме если бы 200000 что конечно это крупная сумма там бы было разбирательство а так никто даже разбираться не будет и это очень обидно поэтому для чего я вам сегодня это рассказывают просто для того что существует вот такие вот схемы такие мошенники и я прошу вас будьте бдительными проверяйте сайты которые вам присылают той же почты россии проверяйте чтобы этот сайт был рабочий что эта ссылка именно сайта они просто сделанная какая-то витринка момент когда вам звонят и говорят что хотят купить включайте голову расспрашивайте именно ту ли картину они хотят точно ли она подходит им наводите какие-то наводящие вопросы потому что если это мошенник то он может быть даже и не смотрел привет сальвадор видео снимаю пять минуточек окей одиама собра так вот будьте бдительны это ваш труд это ваши деньги не позволяйте никому залезть вам в кошелек с вами был художник и линши я надеюсь что это видео будет очень полезно не только художником но и всем тем кто продает что-либо в сети будьте бдительны и осторожны все зависит только от нас ну а я как всегда прошу вас подписываться на мой канал ставить лайки писать комментарии а также напишите если у вас был случай с мошенниками напишите мне под этим видео чтобы мы вместе с вами знали и обходили стороной схемы мошенников не попадались и спасибо вам огромное что смотрите меня и конечно же я буду и дальше радовать вас своими полезными видео пока пока